Так, у нас включена запись, мы начинаем эфир, сегодня мы говорим про детокс, для кого он нужен, для кого не нужен, сам ли справляется организм или ему нужно помогать. Я перехожу сразу к презентации и мы без долгих вступлений начинаем. Итак, делимся. Детокс. Так, кто сейчас в эфире, напишите, пожалуйста, что вы видите и меня и презентацию. Вижу, слышу хорошо. Вот сейчас вы должны видеть и презентацию и меня. Все, отлично. Детокс, миф и реальность. Что же это такое? Как связан детокс, смузи, соки и вообще это не нужно этого делать? Или есть нормальный вид детокса, который можно практиковать в домашних условиях? Или это только история, которая связана с капельницами, больницами и только там происходит детоксикация? Или вообще ничего не нужно делать, никуда залазить и печень сама со всем справится? Давайте по порядку разбираться. Итак, печень сама справится. В организме все есть необходимо для детокса. Так ли это? Это первая точка зрения тех, кто спорит по поводу, нужен детокс или не нужен детокс. С чем это связано? Появилось много детокс-марафонов, много людей, которые стали спекулировать темой детокса. И вот то само слово детокс, оно стало какое-то полуругательное. Полуругательное. То есть люди стали бояться этого, и это стало связано с какими-то домыслами вообще. Что такое детокс? Как будто бы это нужно сидеть на соках. Вот эти появились маркетинговые такие компании. Посиди неделю на соках, и у тебя все очистится. Так вот, две точки зрения. Первый – это печень сама справится. В организме все есть необходимо для детокса. Так говорят классические врачи, которые говорят, у нас есть печень, у нас есть легкие, у нас есть кишечник. Токсины сами поступают в организм, сами выводятся. Ничего дополнительного делать не надо. И вторая точка зрения – это как раз вот это, когда нужно регулярно чистить организм, пить там зеленые смузи, пить сок сельдерея, пить много воды, там 3-4 литра воды, есть тазики салатов, и все в этом духе. И вот эти две крайние точки зрения, и непонятно, кому же тогда верить. Ну, как обычно, как всегда это бывает, истина, она примерно где-то посередине и находится. Так, немного расскажу про себя, да, почему мне стоит доверять, кто здесь впервые, кто первый раз меня видит, случайно зашел, увидел ссылку, приглашение, стало интересно. Я Дарья Чикрыгина, я нутрициолог, я специалист по юрведе и тибетской медицине, я занимаюсь восточным подходом к здоровью, обожаю эту тему, обожаю восточный подход, то, как он целостно относится к человеку, и то, как классно работают восточные методики. Без насилия над организмом, без каких-то жутких мероприятий, все очень мягко, тонко, с такой тонкой восточной мудростью, мы работаем с нашим телом и помогаем ему быть здоровым, красивым, помогаем ему долго жить и получать удовольствие от жизни. Я занимаюсь темой здоровья более пяти лет, более трех лет уже практикую, два года изучаю восточный подход к здоровью. За это время в индивидуальном порядке я работала более чем 50 клиентами, в групповом порядке, и у клиентов было сильно больше. Я не теоретик, я практик, я все методики сначала использую на себе, потом уже предлагаю своим клиентам, и у меня у самой есть два аутоиммунных заболевания, которые классические врачи говорят, что на них я должна давно уже себя очень плохо чувствовать, пить гормональную терапию постоянно в большом объеме, наблюдаться у нескольких специалистов, стоять на учете на разных и вообще быть таким полубольным человеком. Я с этим не согласилась, и это был толчок, с которым я пошла как раз в тему здоровья, и я поняла, что наши ресурсы нашего организма, они на самом деле огромные, и мы очень многого о себе не знаем, просто катастрофически много. Мы в школе учим там синусы-косинусы, тангенсы-котангенсы, которые многим вообще никогда не пригодятся, и мы вообще ничего не учим про себя. Как у нас происходит пищеварение, что такое токсины, что такое, как улучшить свое самочувствие, какая взаимосвязь между женскими заболеваниями половой системы и запорами, то есть мы ничего этого не знаем. И чем глубже я включаюсь в эту тему, тем мне больше хочется людям рассказать, показать, что ваше здоровье, оно в ваших руках, и вы очень много сделаете, просто находясь у себя дома. Просто дома с теми средствами, которыми доступны для каждого. У меня трое детей, и я очень много времени уделяю тому, чтобы моим детям передать эти полезные привычки. Я считаю, что мать – это то звено в семье, от которой зависит то, как семья будет питаться. И я не работаю напрямую с детьми, я работаю с мамами. То есть вы – мамы, женщины – моя основная аудитория, я не работаю с мужчинами, и мамы – это те люди, которые могут передавать свои знания дальше. Вот, про то, что я убеждена, я вот уже все рассказала. Так, стоп-тысяча процентов – все так и есть, нигде не учат здоровью. Это, к сожалению, это так. И мне непонятно, почему нас не учат здоровью, даже вот в роддомах, даже в женских консультациях, когда ты на таком большом шаге, да, ты готовишься стать матерью, готовишься дать новую жизнь. Нигде никто не рассказывает. Смотрят гемоглобин, не смотрят ферритин. Женщина потом уходит в дефициты, теряет волосы. Она и так после родов не может восстановиться, и никто ей не говорит, что ей надо там какие-то меры предпринять для того, чтобы поддержать свое здоровье. И в итоге это как бы боль. Это вот и моя боль, и боль многих женщин, которые не понимают и не знают, как себе помочь. Ну, давайте переходить к нашей теме. Вот эту болезненную боль не будем пока обсуждать. Итак, токсины. Что это такое и как себя обезопасить? Вот такая картинка, да. Токсичные люди, от них тоже себя надо обезопасить, но мы сегодня будем говорить не про них. Мы будем говорить про те токсины, которыми мы дышим, которые нас окружают и которые есть везде. И каждый год, к сожалению, количество токсинов растет. Просто вспомните буквально 50, 60, 70 лет назад, что было у нас на кухне. Что было на кухне наших мам, бабушек. Чем мыли? Содой, уксусом, лимонным соком. Все. Ну, санита какая-то была там, да, хлорка еще была. Ну, это потом там уже появилось. Ну, все. Больше, в принципе, ничего не было. То есть вот эти все очистительные средства, они были более горчицей, да, более-менее натуральными. Что сейчас происходит? У нас есть гель для унитаза, гель для раковины, для плиты, для пола, для стен, для потолка. То есть вот этих кучек пузырьков, средств, которые выпускает химическая промышленность. То есть это не родниковая вода с какими-то ароматическими маслами. Это все химическая промышленность, которые имеют летучие вещества. Мы их вдыхаем, мы прикасаемся к ним кожей, и они так или иначе в нас проникают. Пользуйтесь перчатками, вы этим дышите. Мы живем не в экологически чистых помещениях, да, у нас есть пластиковые окна, у нас есть ламинат. Мы живем в городах, мы выходим, едем в пробках или в автобусах, мы вот это все вдыхаем. То есть токсины, они везде, и, к сожалению, вот они увеличиваются, увеличиваются. Машин становится больше, продукты питания становятся хуже, потому что это большая задача накормить такое большое количество населения. То есть не всем достанется экологически чистая капуста или мясо вольного выпаса, которое стоит очень дорого, и его не хватит на всех. Это все упрощается. Мясо, чтобы быстрее выросло, да, даются определенные добавки. Чтобы быстрее выросли овощи, тоже даются определенные добавки. То есть это наша реальность. И мы в этом живем, развиваемся, и по-другому уже не будет, к сожалению. То есть не будет так, что у нас экологически чистая обстановка возникнет вдруг. И наша задача научиться именно в этой ситуации жить и знать, как себе помочь. Токсинов много, а органов детокса, они остаются такими же, как были 100, 1000, 2000 лет назад. Вот появился человек, развивался, у него была одна печень, кишечник, легкие, кожа, лимфатическая система. Прошло время, наш научно-технический процесс развивается, у нас очень много нового получилось в химической промышленности, а печень у нас так и осталась одна. У нас так и остались одни легкие. То есть, возможно, на фоне вот этого технического процесса там пройдет 2-3 тысячи лет, и, возможно, у человека там отрастет вторая печень или пройдут какие-то другие изменения. То есть, когда природа скажет, что нужно эволюционировать, и токсинов так много, что мы не справляемся. Но пока ситуация такова, что органы у нас остались такими же, как когда население было меньше, токсинов было меньше, токсинов много, и вопрос, а нужно ли помогать печени? А нужно ли помогать легким? Ну, конечно, да. Если вы живете в тайге, в одиноком каком-то лесном домике, пьете чистую воду с утра из колодца или там из речки, дышите и смотрите на звезды целый день, то вам детокс не нужен. Если вы, это такая не очень приятная фраза, ну, среднестатистическая женщина, которая живет в мегаполисе, которая работает в офисе или на фрилансе дома, которая живет в обычном жилище, так же, в таком же, как и я, да, панельном кирпичном доме, у вас не квартира, не там, и сруба, у вас ламинат и обои покрашены краской, то, конечно, нужно помогать своей печени и органам детоксикации. Было бы здорово по две печени. Да, конечно, было бы здорово. Две печени, лимфатическая система с насосом, чтобы все это вот так вот у нас работало, как часы. Но что имеем, то имеем. Что такое токсины из внешней среды? Вообще, откуда они попадают и из чего мы их получаем? Это консерванты, пищевые добавки. Чем больше у вас в рационе пищи приготовлены, приготовлены, чем больше полуфабрикатов, которые вы покупаете, чем больше газированных напитков, то есть такой продуктов, которые прошли определенную переработку, там, колбасы или то, что, как называется, это пищевая промышленность, то есть то, что вы купили и можете сразу съесть. То есть не цельное мясо, хотя мы поговорили, что в нем тоже есть определенные добавки, давайте не будем уходить вот прям совсем в такое либо все, либо ничего. То есть я теперь не буду есть токсинов, я не буду покупать мясо, я буду там сама на балконе выращивать себе барашка. Вот давайте без таких вот активных действий мы просто понимаем, где больше всего токсинов, и мы выбираем продукты, где токсинов будет существенно меньше. То есть, например, в мясе будет токсинов меньше, чем в колбасе, это понятно. А в газированных напитках, где много сахара, рафинированного сахара, будет токсинов больше, чем в яблоке, который вы купите и съедите. Дальше. Пестициды, тяжелые металлы в них, туда же. То есть у нас все удобрения, у нас есть тяжелые металлы, которые есть в рыбе, как мы себя можем обезопасить. Не покупать рыбу крупных пород, то есть там акулу, тунца, покупать рыбу мелких пород. Какие-то анчоусы, кильку, селедку, на такую рыбу, которая не успевает накопить себе тяжелые материалы. И металлы. И это те знания, которые помогают как раз вот в этой нашей жизни вот так вот маневрировать, когда вы обладаете этими знаниями. То есть вы обезопасиваете себя, свое здоровье, своих близких. Вы понимаете, что все можно найти в супермаркете, все можно найти там на рынке. Но вы знаете, что лучше выбирать. Также уже сказали, да, что краски, лаки, мебель, обои, все это содержит токсины. То есть чтобы у вас не было какого-то такого ошибочного понимания, что если я не курю и не пью алкоголь, и не пью антибиотики каждый месяц, значит, у меня нет токсинов в организме. Они у вас тоже есть. У них тоже есть просто по факту того, что вы живете в городе. То есть это вот запомнили сразу. Удобрения сказали, пластик сказали, пластиковая посуда, стаканчики для кофе, крышечки, выкиньте их, пожалуйста. Никогда не пейте кофе через вот эти крышечки. То есть даже если берете кофе в стаканчике, пусть, да, он тоже пластиковый, который вот, который типа бумажный, он тоже пластиковый. Но в крышечках особенно плохие компоненты, через которые вы прям вот пьете, все они нагреваются, вот с крышечками не пейте, пожалуйста. Дальше у нас есть бактериальные токсины, микотоксины. Микотоксины – это плесень. То есть если какой-то там продукт немножко подпортился, вот в парахисе много микотоксинов, потому что он в земле растет. Или немножко там яблочко пропало, вы его обрезали, съели. Тоже так нельзя делать, потому что микотоксины уже по всему яблочку распространились. Антибиотики сказали. Лекарственные вещества – это имеется в виду, что если вы часто чем-то болеете и часто употребляете лекарственные средства, например, часто болит голова, вы не ищете причину головной боли, вы просто пьете анальгетик. Часто болит живот, вы не ищете причину боли, вы просто пьете там ножку. Заболели, сами назначили себе антибиотики и так далее. То есть вот эти все лекарственные вещества, они не проходят мимо. Они так или иначе воздействуют на ваше тело, на ваш организм. И они так или иначе идут в печень, где она будет их пытаться обезвредить. Но это мы рассматривали те токсины, которые поступают к нам извне. Но у нас еще есть токсины, как продукты обмена веществ. То есть те токсины, которые у нас образуются внутри. У нас наш организм умный, прекрасный, который все делает для того, чтобы мы жили долго и счастливо. И если бы мы еще знали, как им пользоваться, мы бы жили долго и счастливо. Но мы иногда не понимаем, что он от нас хочет, и неправильно трактуем его сигналы. Так вот, есть у нас продукты жизнедеятельности клеток. То есть мы поели, у нас расщепились продукты до самых мелких-мелких-мелких таких деталей, которые должны пойти в клеточку. Клеточка должна тоже ее съесть, все необходимое для себя. А то, что ей не надо, выпустить. И вот то, что не надо ей, это организм должен собрать и вывести. Но у нас бывает стресс, у нас бывает нарушен стул, или просто человек, женщина на стрессе быстрее вскакивает, бежит на работу, не успела сходить в туалет, так стул нерегулярный. Эти продукты жизнедеятельности не выводятся. Организм говорит, а что я с ними буду делать? Мне их как бы надо вывести. А они в кишечнике уже два дня стоят. Он начинает их всасывать обратно. И опять это все идет нагрузка на печень, на систему детокса. То есть эти моменты должны выводиться. Но они почему-то не выводятся по каким-то причинам, в частности я сказала. Гормоны. У нас есть эстрогенозависимые заболевания. Миомы, эндометриоз. Те, которые заболевания называются по-женски. Эстрогены, они должны тоже выводиться. Метаболиты эстрогенов. Но по определенным причинам. Нарушение пищеварения, нарушение стула, нерегулярный стул. Много токсинов, которые поступают в организм из вне. Печень не справляется с этим. И она начинает их распихивать. Организм начинает распихивать токсины туда, куда они могут остаться и складироваться. То есть представьте, вот такой склад. Либо он чистый и красивый, откуда регулярно вывозят мусор. И есть склад, откуда мусор регулярно не вывозят. Вот он там стоит, воняет. Там появляются тараканы, там появляются крысы. Если мусор регулярно не вывозит. Так же происходит и в нашем организме. Если вот эти продукты жизнедеятельности клеток, аммиак, мочевая кислота, ацетон, это все то, что у нас вырабатывается путем биохимических реакций. Если все это не выводится, оно все копится, как в том сарае, на том складе, где вот оно сначала просто воняет, а потом начинают появляться разные жители дополнительные, как тараканы, крысы, так и у нас появляются воспалительные реакции, человек начинает постоянно болеть. И вопрос, почему я как будто начинаю рассыпаться? Что со мной происходит? Давай вернемся на несколько шагов назад и посмотрим, что с тобой происходит. Вот виды токсинов. То есть на картинку обратите внимание. То есть есть нормальная клетка, вот она здоровая, красивая, из нее строится красивая, здоровая ткань тела, из красивых, здоровых тканей тела строимся красивые, здоровые мы, полные сил, полные идеи, мотивации, целей. У нас мы встали, у нас много сил, и все. Когда у нас много токсин, они прям атакуют клетку, вот такие вот, и клетка становится вот такой вот страшненькой, и все хуже и хуже становится. И такие же страшненькие клетки в конечном итоге они же их становится больше, они размножаются, они растут. Из таких повреждённых клеток появляются повреждённые органы. Сначала ткани, потом повреждённые органы. Потом целые системы повреждённые. Повреждённая сердечно-сосудистая система, лёгочная система, пищеварительная система. И в итоге повреждённый человек сидит, не знает, что с собой сделать, куда податься, что сделать. И вообще ни сил, ни настроений, ничего. Хочется лечь, лежать, и чтобы вообще никто не трогал. Так вот, виды токсинов. Бывают эндотоксины, экзотоксины. Мы с вами уже рассмотрели. Это внешние, которые поступают к нам извне, и внутренние, которые у нас вырабатываются и должны быть выведены. Но по каким-то причинам они не выводятся и остаются. И также бывают жирорастворимые токсины и водорастворимые токсины. Это нужно понимать для того, чтобы знать, как они выводятся. То есть, например, жирорастворимый токсин, там обязательно участвует печень. То есть она должна их переработать и дальше выпустить. Либо это будут почки дальше заниматься выведением через мочу, либо кишечник через скал, либо, возможно, кожа. Но там больше, скорее, водорастворимый. То есть когда идет выход токсин с помощью легких, с помощью кожи, с помощью лимфатической системы, должно это все выводиться. Понятийный аппарат, да, токсины. Раньше они назывались шлаками. Сейчас еще встречается название, как ксенобиотики. По сути, это одно и то же. Вот, по сути, это одно и то же. То, что можно называть одним и тем же... Смысл этих слов одинаковый. То есть раньше все говорили, надо выводить шлаки. Врачи говорили, какие шлаки. Нет никаких шлаков. Сейчас это называется токсинами и еще называют ксенобиотиками. И вот я уже начала рассказывать про ось детоксикации, да, с чего она состоит. То есть детокс – это не только печень. Нужно это понимать. Это не только печень. Это желчный пузырь, это кишечник, это лимфатическая система, это легкие, это почки, это кожа, это слизистые. Когда возникают определенные реакции на кожу, то есть акне или кожные заболевания, аллергические заболевания, особенно во взрослом возрасте, это все связано с тем, что произошло накопление вот этих токсинов. И печень как бы говорит, давай, выводи кожу. Кожа, вот тебе материалы, выводи. Кожа пытается вывести, но так как токсинов много, они условно, ну, чтобы совсем просто объяснить, застревают. И происходит вот такое воспаление. То есть если бы это было чистый, такой уже очищенный материал, да, с помощью потом вывели, все, они ушли. Но тут их настолько много, что появляются акне, появляются аллергические реакции, появляются кожные заболевания. А также лимфы могут воспаляться. Лимфатические узлы кишечника, воспаляться кишечник, вот вздутие, тяжелое пищеварение, белый налет на языке. Но мы про это еще поговорим. Вот, а какие могут быть проблемы, которые показывают на то, что нужно помогать организму с детоксом, с тем, чтобы не справляется он. То есть уже токсинов так много в вашей жизни, что нужно помогать. Аллергические, дерматологические проблемы, кишечные инфекции, проблемы со стулом. То есть стул должен быть каждый день, каждый день, один-два раза в день, средней такой консистенции, да, если сильно жидкий, это тоже не норма. Вот, через день, через два дня это считается нерегулярный стул. То есть за это время вы не выводите все необходимые, все накопленные токсины. Если, как бы, у меня просто есть такие клиенты, у которых спрашиваешь, стул регулярный? Они говорят, да, регулярный, там, три раза в неделю. Но это нерегулярный стул. Каждый день, один-два раза в день. Если этого нет, нужно заниматься своим пищеварением. Потому что это не только про какой-то дискомфорт, небольшое вздутие или вообще вот, ну, как-то вот я себя не очень хорошо чувствую, когда не схожу в туалет. Это начало проблем, которые обязательно аукнутся, если этим не заниматься. То есть они не появятся сейчас прям, да. То есть это не те проблемы, когда вы сегодня не сходили в туалет, завтра не сходили в туалет, через два дня у вас там, ну, инсульт. Ну, да, не дай бог, конечно. Ну, к примеру, да. Это не так работает. Это может копиться годами. И потом, через, после определенного какого-то возраста, человек говорит, у меня как будто сразу все началось сыпаться. Да, это не сразу все началось сыпаться. Просто у организма есть определенный ресурс. И сначала вы его либо используете, вот просто безжалостно, не спите, стрессуете, плохо едите. И пока этого ресурса хватает, вы как бы нормально существуете. Ну, у всех до разного возраста. Это у кого-то до 30, у кого-то до 40 лет. Потом просто ресурс заканчивается. Либо вы все эти годы этот ресурс накапливаете, чтобы отлично и классно жить и в 40, и в 50, и в 60, и в 70 лет. И примеров того великое множество, когда люди в взрослом, пожилом возрасте не сидят в очереди в поликлинику, а путешествуют, занимаются йогой, практикуют дыхательные практики и живут счастливую и классную жизнь. И это моя цель, мое личное желание, чтобы моя старость была именно такой. Я хочу быть такой вот бабушкой хиппи, оторванной, я буду татуированная, я буду там дышать, заниматься йогой и, не знаю, всем намасте. Вот. И я считаю, это классно. Я не хочу занимать очередь в аптеку и, не знаю, быть такой вредной, противной, которая будет жаловаться на жизнь. И сейчас я делаю все для того, чтобы это было. То есть именно сейчас я уже в течение, вот этого пяти лет, я закладываю ресурс в свой организм, чтобы не использовать его, а, наоборот, накапливать. Так вот, если есть какая-то проблема и вам кажется, что эта проблема, ее нужно решать, вам не кажется, поверьте. Надо начинать на шаг назад, отходить и смотреть, что причина этой проблемы. Часто головная боль, это тоже не потому, что я много работаю, не потому, что у меня большой стресс. Вот сейчас выпью таблетку, нужно тоже понимать, что за этим стоит. И просто так не оставляйте, не упускать. Нарушение сна, нарушение аппетита, болезни печени и сердца, низкий иммунитет, когда вы все подряд хватаете, боли в суставах, боли в мышцах. Артрит, артроз – это все следствие нарушения системы детокса, когда токсинов так много, что они выстреливают там, где тонко. У кого-то это суставы, у кого-то сердечно-сосудистая система, у кого-то печень, у кого-то почки, там камни, кисты, что-то начинает расти, что-то, наоборот, начинает отваливаться и так далее. То есть это все взаимосвязано и невозможно не обращать на это внимание, если... Все про меня. То есть невозможно на это не обращать внимание, нужно этим заниматься. Что еще характеризует, что у вас нарушена система детоксикации, что у вас уже накопилось много токсинов, которые по какой-то причине из вас не выходят, не покидают вас, либо очень большое воздействие. То есть, да, нужно понимать, либо у вас вы активно получаете эти токсины, либо вы его... Ну, как бы, живете обычной жизнью, вроде вредных привычек нет, но по каким-то причинам они вас не покидают, либо и то другое. То есть, например, люди, которые работают на химическом производстве, парикмахеры, которые целый день дышат вот этими химическими составами, мастера маникюра, это те люди, которые получают больше токсинов, чем люди, которые живут, ну, обычной жизнью. Токсисты, которые стоят в пробках, они априори будут получать больше токсинов. А если человек вроде бы не получает так много токсинов, ну, там, среднестатистическая женщина, но она мучается запорами, там, не знаю, с детства, то есть у нее вот нерегулярный стул, или там у нее есть гипотиреоз, она не потеет, у нее там замедленное пищеварение. То есть в этом случае, конечно же, нужно себе помогать дополнительно. Итак, признаки, которые скажут вам о том, что у вас уже есть признаки нарушения работы системы детоксикации. Фоново пониженный уровень энергии, хроническая усталость, да, то есть организм тратит очень много ресурсов на то, чтобы вам помочь. Но у него до ваших идей, мыслей и энергии не доходят просто руки, ноги, голова, потому что там токсины нужно убирать. Ну, просто представьте, там склад весь стоит вот с этим мусором, и он думает, бедный, господи, ну, что с ними делать, чтобы нам легче стало. Формирование застоя желчи и признаков, связанных с ним, то есть это можно посмотреть на УЗИ, это можно сходить, провериться, это можно сдать анализы печени. У меня есть бесплатный гайд по анализам печени. Если вы не знаете, что сдавать, напишите мне после эфира, я вам сброшу. Ощущение похмелья утром при достаточном количестве сна, то есть вот это состояние, когда только встала, уже устала, ничего не хочется, голова тяжелая, и как будто бы вроде бы вчера не пила, а ощущение как будто бы пила. Боли в правом подреберье, запоры, ну, это уже прям, знаете, пожелтение склер глаз, тошнота в транспорте. Кстати, тошнота в транспорте это признак застоя желчи. Но пожелтение склер глаз, это, конечно, когда уже прям совсем у вас все плохо. Нарушение стула, головные боли, головные боли по типу, когда мигрени, это тоже связано с нарушением системы детоксикации. Пигментные пятна на коже, тошнота на сильные химические запахи. И вот когда у человека не может ездить в транспорт и начинает тошнить, это тоже признак того, что есть застой желчи. Нужно смотреть. Не просто так это все. Метеочувствительность, ослабление иммунитета и сильный запах пота и всех испражнений. То есть пот, кал, моча, просто, ну, очень резкий запах. Так быть не должно. Особенно, если у вас это как-то изменилось резко. То есть если резко изменилось, вы еще можете подумать, с чем это связано. Если это постепенно, ну, то есть постепенно с возрастом, да, вы понимаете, что у вас вы стали более вонючей. Нужно понять, а почему же так произошло? Что же случилось? Прошу прощения. Что же произошло? Почему? Почему это случилось? То есть с этим нужно тоже. То есть это не просто так. Это тоже симптом. Это тоже то, на что стоит обратить внимание. Ранняя седина. Это тоже говорит о том, что есть нарушение в системе детокса. Если человек рано седеет, обратите на это внимание. То есть смотрите на другие еще свои признаки, которые могут быть. бизодическое повышение давления, особенно с возрастом, быстрая потеря упругости кожи, ранние морщины. То есть когда человек вроде бы постарел в один момент. Как будто бы вот, да, все было хорошо-хорошо, потом бац, и сразу постарел. То есть есть такие женщины с такими жалобами. Могут бы активно проявляться признаки слизи. Это доша слизь, имеется в виду. Если вы не знаете, что такое доша в восточном подходе, то тоже у меня есть бесплатный гайд. Напишите мне, я вам тоже сброшу, где вы можете самостоятельно определить, какая у вас конституция, ветер, желчь или слизь, и что вам с этим делать. То есть если вы с утра встаете, у вас есть налет на языке, если у вас тяжелое пищеварение, когда вы поели, после еды у вас вздутие, там тяжесть какая-то, хочется лечь, полежать, поспать. Это все симптомы, но мало кто на них обращает внимание. Ну типа, ну и что? Ну вздутие. Ну не болит же. Ну не болит же. Ну хожу же как-то. То есть когда заболит, может потом, и вы не вспомните, что это потому, что у меня пять лет вздувало живот. То есть с этим надо работать. Тяжесть после еды – это ненормально. Отрыжка после еды – это ненормально. Отрыжка на голодный желудок – это ненормально. Облажной язык, когда он прямо в налете – это ненормально. То есть это тоже можно корректировать. И это можно корректировать не какими-то там капельницами, дорогущими БАДами, еще что-то. Это уже все добавление. Вы можете выстроить свой рацион, выстроить свой режим жизни, выстроить свои привычки, которые там будут. Немного спорта, немного движения, там те же самые 10 тысяч шагов. Это все простые действия, которые приводят вас к классному результату. аллергические реакции, особенно немедленного типа, то есть крапивница, отек квинки, и особенно если аллергия появилась во взрослом возрасте. То есть не было ничего, а потом там после 30 вдруг открылась аллергия на что-то. Обратите внимание. И это прям вам организм говорит, у меня токсинов уже прям капец как много, я тебе вот так вот уже буду показывать, вот просто вот так вот, чтобы ты уже что-то со мной сделал. Что делать? Я вас сейчас там максимально напугала, токсины везде, мы всеми дышим, мы все их едим, я тоже. То есть я живу в городе, я живу в городе миллионники, я езжу на машине, я живу не в эко-доме, у меня обычный ламинат. Но нужно понимать, что с этим делать, что мы можем сделать для себя каждый день или в какие-то периоды, когда мы выберем, что вот мы хотим сейчас максимально углубиться, и помочь своей системе детокса. Ну, во-первых, попробовать минимизировать количество токсинов в нашем окружении. А если есть возможность выехать за город хотя бы раз в неделю, хотя бы, не знаю, ну хотя бы раз в месяц, ну раз в месяц это мало, но хотя бы раз в неделю на выходных, если есть такая возможность выехать там, где меньше машин, сделайте это. Если вы выбираете средства в дом, то смотрите, чтобы они были с маркировкой эко, да, то чтобы там было меньше вот таких летучих веществ, когда вы будете их вдыхать. Если вы моете там полы или там протираете пыль, но не добавляете вы какие-то средства, ну вы, пыль у вас смоется вполне нормально обычной тряпкой, обычной водой. То есть используйте меньше вот этих вот средств для дома. Знаете, такая история, что вот скандинавские страны, у них максимально много химии для дома. То есть у них есть отдельно гель для протирки ручек на дверях, отдельно там для зеркал, отдельно для стекол, отдельно для окон наружных. Ну то есть вот все. И в этих странах намного больше людей, которых есть аутоиммунные заболевания, аллергические заболевания. И еще историю расскажу. У меня трое детей, и когда у меня родилась первая дочь, вторая дочь, я участвовала в мамских чатах. Мне было скучно, я еще себя не нашла, я еще не знала, чем я хочу заниматься. Ну то есть никак. Я работала в государственной службе, у меня был декрет, такой прям классический декрет. То есть я прям занималась детьми первые два декрета. И сидела в мамских чатах, мы там общались, обсуждали новости. И вот в одном, один раз одна женщина сказала, что у нее заболел ребенок, и она говорит, ну ничего, я сейчас его быстро вылечу, я сейчас полы хлоркой помою. Я говорю, зачем? Ну типа чтобы всю заразу убить. А то, что ребенок при этом будет дышать испарениями хлора, эта женщина не понимала. То есть представляете, насколько у нас вот искаженное понимание вообще действительности. Поэтому меньше используйте всяких средств, которые будут, ну если есть возможность не использовать, лучше не использовать. Если нет возможности, если нет возможности не использовать, то используйте те, которые будут прям вот с минимальными химическими какими-то соединениями. Пусть будет написано эко у них, или там вы посмотрите, чтобы там не было вот этих всяких бредных штук. Воздух в доме. То есть проветривать. Можно ставить увлажнители воздуха, чтобы вот эта вся пыль оседала, или вот у нас есть чистки для воздуха дома. Меньше лекарств. То есть не пейте лекарства без необходимости. Когда вот, ну если можно что-то попробовать другое, попробовать специи, попробовать там фитосоставы на основе специй, делайте лучше так. Понятно, что нет, у меня нет необходимости сказать, что вообще уходить от лекарств. То есть я сама пью те препараты, которые продаются в аптеке. У меня есть дети, да, когда они кашляют и когда травы не помогают, я им даю средства из аптеки. То есть я не отрицаю медицину. Но вопрос в балансе, да. То есть мы говорим о том, что если каждый день болит голова, то не надо каждый день пить таблетки, нужно лучше разбираться с тем, почему голова болит. Если есть какие-то, ну, моменты, что вы понимаете, что если вы не выпьете сейчас там цитрамон или там пенталгина, вы там умрете от головной боли, ну, лучше выпить ее. Я не такая прям, вот знаете, типа все только натуральное, только ничего, потому что мы все такие правильные. Я покупаю для посуды ушастый нянь для детской посуды. Его использую для мытья полов. Ну, вот, да. Ну, там тоже нужно смотреть. По ушастому няне не знаю. Я использую у меня Синергетик. Вот. Средства. Вот там они себя позиционируют. Они, конечно, не совсем прям эко. То есть там совсем эко стоят сильно дороже, чем Синергетик. Допустим, средства для стирки. Да, мы стираем одежду стиральными порошками. Я ненавижу запах стирального порошка. Если у вас об одежду стираете, она потом у вас еще пахнет до следующей стирки. Это тоже токсины. Это тоже то, что вы дышите. То есть вот Синергетик, он не пахнет. Мне он нравится. Я уже, не знаю, лет, ну, лет пять, наверное, точно использую. Я прям покупаю канистрами. Я говорю, у меня трое детей, стирки много. То есть я прям покупаю канистрами там для стирки гель и гель для ополаски. Ополаски, кстати, можно не использовать тоже. Но я использую. Вот. Вредные привычки. Да, это фастфуд, это избыток кофе. То есть это больше, чем две чашки в день, лучше одной. То есть когда у нас уже прям конкретно идет избыток кофе и он уже напитками, как кофе, чай, вы заменяете воду. То есть вы воду не пьете, но у вас очень много вот там кофе, чай, газированные напитки, сладкие напитки, пакетированные соки и так далее. Курение, алкоголь. В любом случае это является токсинами. То есть чем чаще это в вашей жизни, тем больше токсинов вы получаете, чем реже, то есть меньше вы токсинов получаете. Простые углеводы, трансжиры. Трансжиры содержатся во всем фастфуде, во всех полуфабрикатах, которые вы покупаете в магазине, во всех готовых продуктах. Трансжиры содержатся в рафинированных, дезодорированных маслах. То есть те, которые используются в пищевой промышленности, в магазинах, потому что оно не пропадает, это масло, и на нем можно жарить очень долго, его можно добавлять в продукты и так далее. То есть обращайте внимание на то, что вы едите. Да, синергетик – это не реклама, но я просто реально говорю, что я использую его для посуды. И что важно, он для посудомойки, у меня синергетик. И он, конечно, не отмывает посуду прямо вот до блеска. То есть он убирает, там, посуда чистая, но она не блестит. И когда моешь чашки от чая, со временем они как бы остаются такими коричневыми со временем. Но есть посудомоечные средства, которые там финишили, я не могу ими мыть. То есть они прям настолько вонючие, и посуда после этого настолько вонючая. Синергетик не воняет. Да, он моет хуже. Но для меня это как раз маркер того, что там нет вот таких вот излишне сильных веществ, которые будут все это выедать. И потом, когда там у меня что-то закончилось, я купила другие таблетки. Я использую гель для посудомойки, и что-то он не пришел вовремя, посуду надо было мыть. Я купила таблетки другие. Они вроде бы там тоже эко, но они вычищали все. Ну, не знаю. Это, говорю, это не реклама. Синергетик мне, к сожалению, не платит, но я ими давно очень пользуюсь. Так. Питание для детокса. То есть мы обсудили, как не надо, что не надо есть, а как же надо. Потому что одно дело, мы знаем, что не надо делать, но у нас возникает вопрос, а что же теперь делать для детокса? Как питаться-то? Если это нельзя, то нельзя, что есть. Так вот, питание для детокса, это никак не связано со смузи, с сельдереевым соком, это не клизмы и не литры воды, которые нужно пить, чтобы себя вымывать все там в шлаке. Вот это все, это такие мифы, легенды великих нутрициологов и великих специалистов по питанию. То есть если вы очень любите смузи, ради бога, пейте. Но называть то, что там 7 дней вы пьете смузи, это детоксом, ну, вряд ли. Особенно если вы, у вас ослабленное пищеварение, и вы, например, сырые овощи не переносите. Если вы пьете смузи из фруктов, то это вообще к детоксу никак не относится. И соки к детоксу не относятся, потому что соки – это чистая фруктоза, которая действует на печень, так же, как алкоголь. Если вы не знали воздействие фруктозы, которая содержится в фруктах, в избытке, если ее очень много в рационе, а от свежеотжатые соки или там пакетированные соки – это чистая фруктоза, без клетчатки даже, она сразу действует на печень, как алкоголь. Может повышаться холестерин, могут повышаться воспалительные показатели печени. И я не знаю, кто придумал называть вот это вот сидение недельное на соках детоксом. Это воздействует на поджелудочную, это простые сахара, это воздействует на печень, это ужас. Ну, клизмы и все прочие там капельницы есть мероприятия, которые проводятся в стационарах. То есть есть там микроклизмы травяные, есть и юридические такие процедуры, связанные с клизмами. Но в домашних условиях можно обойтись без этого. Да, если вы заходите, например, на детокс или там на юридический детокс, даже моя программа юридического детокса, которую я провожу регулярно, и которая начнется у нас 15 апреля, и на которую можно зайти, там есть рекомендация, что если у вас на протяжении длительного времени вы не ходили в туалет, у вас есть там запор или задержка стула, то есть в этом случае лучше сделать один раз клизму, чтобы это все очистилось. То есть это та процедура, которая поможет, чтобы вы в дальнейшем, питаясь правильно, эти токсины обратно не всасывали. Но понятно, что если есть необходимость сделать клизмы через день, потому что у вас нет стула, то есть тут вопрос не в клизмах, а в том, что надо понимать, почему запор, почему нет стула. Желочь застойная не выходит. Питаетесь вы как-то не так. Клетчатки мало едите, воды пьете мало. В чем причина? То есть надо понять причину, а не убирать уже просто, как сказать, физически это все, что там накопилось. Дальше, что еще помогает, что вообще такое детокс, и как его можно в свою жизнь ввести? Это разнообразное питание. То есть если вы едите каждое утро яйца, семь дней в неделю, это не разнообразное питание. Яйца полезные, безусловно, яйца полезные, овсянка полезная, другие крупы полезные, рис, гречка полезные, даже блинчики можно, даже сырники можно. Но когда у вас это расписано, или вы примерно понимаете, что это будут разные завтраки, разные обеды, и примерно разные ужины, это не значит, что надо готовить каждый день все разное. Это, например, вы приготовили на несколько дней, один-два дня поели, другое приготовили, а не так, что вы приготовили курицу с гречкой, на следующий день приготовили рис с курицей, через день приготовили картошку с сосисками, или там еще что-то. То есть это должно быть разнообразно, но при этом с теми требованиями, которыми я вам сказала, то есть меньше переработанных продуктов, больше цельных продуктов, и сосиски можно, и пельмени можно. Вопрос в том, как часто они появляются в вашем рационе. То есть у меня есть такое, у меня всегда лежит пачка пельменей, магазинных пельменей в морозилке. Когда я понимаю, что у меня нет сил вообще никакого желания готовить, а у меня трое детей, я варю пельмени. Это бывает не так часто, но бывает, и я при этом не чувствую никакого, скажем так, угрызения совести, потому что большую часть времени у детей разнообразное сбалансированное питание, как и у меня тоже. Но я, кстати, пельмени очень редко ем, потому что мне их и не хочется особо есть. Так вот, разнообразное питание сообразно вашему конституционному типу. Это желчь, слизь, ветер. Если вы не знаете, пишите мне, я вам сбрасываю гайды, где вы определяете, к какому конституционному типу вы относитесь. И в дальнейшем, если вы подписаны на мой блог, на мой телеграм-канал, я там с завидной регулярностью публикую материалы, которые рассказывают о том, что подходит для ветра, что подходит для желчи, что подходит для слизи, и как это можно применять в ежедневной жизни. Сила пищеварения у всех разная. Кто-то гвозди переваривает, а кто-то думает, какая каша достаточно кашная, чтобы съесть на завтрак, и чтобы там не вспучило, не скрючило, и чтобы она нормально прошла. Все мы разные, нужно это понимать. Если фитоняшка из Инстаграма пьет сельдереевый сок, и ей нормально, не факт, что вы его выпьете, и у вас не начнутся рези, боли, вздутия, и вы скажете, боже, зачем мне это все? И сезону. То есть нужно понимать, какой сезон. Весной сезон слизи, и мы убираем те продукты, которые будут слизеобразующие. И вот программа весеннего детокса, она всего проходит два раза в год. Сейчас у нас весенний детокс, и будет осенний детокс. То есть весенний детокс, он направлен как раз на антислизь. То есть мы убираем излишнюю слизь из организма. Мы убираем продукты, которые будут способствовать образованию слизи. Мы помогаем ту слизь, которая накопилась, выйти. То есть это лимфодренажные упражнения. Это те мануальные практики, которые помогают убрать излишек слизи с помощью своих рук, с помощью системы пищеварения. Это дыхательные практики, которые помогают убрать токсины с помощью легких. То есть мы с вами говорили, что есть легкие, это тоже органы, которые участвуют в детоксе. И когда вы вот это налаживаете, у вас те токсины, которые поступают каждый день из вашей повседневной жизни, они наносят вам меньший вред или не наносят тот вред, который могли нанести. Что еще можно сделать? Уменьшить количество пищи, которую приготовили не вы. То есть все готовые продукты из супермаркетов, из столовых, из ресторанов. Это все понятно, что это не значит, что нужно таскать с собой контейнеры, постоянно есть только свое. Но вы должны понимать, что все продукты, которые готовятся не вами, вы не знаете, что туда добавлено. Вы не знаете, какое масло туда добавлено. Масло какое-то сыродавленное или какое-то рафинированное, насколько оно хорошее, и в каком масле пожарили, то, что вы заказали и так далее. То есть вот эти продукты могут быть, безусловно, в вашем рационе, но те продукты, которые вы знаете из чего, их должно быть больше. Просто должно быть больше. То есть если вы привыкли, например, не завтракать дома, потому что вы там поздно встаете, привыкните завтракать дома, чтобы потом не перекусывать, например, кофе и бутербродом из аппарата или из Макдональдса. Меньше кофе, алкоголя, быстрых углеводов и трансжиров. Это мы с вами обсудили. Достаточно воды, но это достаточно, это не значит, что это должно быть 3 литра воды, которую вы будете пить, насиловать себя и свой организм, и он будет говорить, хватит, хватит, а вы всё равно будете пить. Вода должна быть тёплая, кипячёная, её должно быть достаточно для вас. То есть не нужно пить насильно. Если вы пьёте что-то с насилием, то не надо так делать, пожалуйста. Поддержка микрофлоры, не отпечатка. Микрофлору нужно поддерживать. Это второй мозг нашего тела, кишечник. Он очень много связан процессов с нашим кишечником. Если там живёт патогенная микрофлора, если там живёт кандида, если там живёт условно патогенная микрофлора, её много, она будет командовать вами. Она будет говорить, что есть, что вы должны есть больше сладкого, больше вредности, у вас рука прям будет туда тянуться. И вы будете думать, что это вы руководите, это вы решили, что вы живёте один раз, и вы достойны этого. Но нет. Это говорит ваш кишечник. Поддержка микрофлоры здесь тоже важна. И это те же самые средства, о которых мы сегодня с вами поговорили. Достаточно овощей. Если вы не перевариваете сырые овощи, нужно есть приготовленные овощи, не мучить себя тазиками сырых овощей. Вот этого, кстати, не будет на детоксе. И многие девочки, которые заходили, девочки, женщины, говорили, что они поняли, в чём ошибка их в таких вот похудательных дней, когда они начинали есть тазики с сырыми овощами, пить много воды и ждать, когда они похудеют. Живот весь скрючивался и говорил, да фиг тебе, фиг тебе, мы булочку лучше перевариваем. А потому что там живёт та микрофлора, которая хочет простых углеводов, а сложные, клетчатку, сырые овощи тяжелее переварить. Поэтому многие люди хуже переваривают сырые овощи, чем те же самые булочки, бутербродики и прочее. И говорят, что они не хотят есть овощи. Вот по этой причине. И поэтому нужно постепенно вводить свой рацион приготовленные овощи, потом сырые овощи. И вот это постоянно улучшать, да, чтобы смотреть, а кто там живёт вообще, какие мероприятия вы можете провести, чтобы лишние жители оттуда ушли. Улучшить желчаток, пропить горечи, регулярно пропивать те травы и специи, которые имеют горький вкус, помогает убрать тех нехороших жителей, которые живут в кишечнике. Потому что у желчи имеется в том числе такой санирующий эффект, который, когда мы едим пищу, и там могут попадать простейшие какие-то микроорганизмы. И если это всё хорошо обрабатывается желудочным соком, хорошо обрабатывается желчью, у нас не развивается патогенная микрофлора. Если она уже там сидит, нужно делать определённые действия. И на нашем агерологическом детоксе будет в том числе блок для продвинутых, для тех, кто хочет прям улучшить своё самочувствие и использовать добавки для того, чтобы пройти фитосанацию. Это натуральные средства, это кара осины, это экстракт корня лопука, это гипотасол, это тоже из натуральных средств, и плюс сорбент, который это всё выведет. То есть это будет специальный блок для продвинутых, которые хотят прям вот использовать время детокса по полной. Я сейчас сама лично прохожу эту программу и планирую ещё дальше продолжать. То есть она длится не неделю, а дольше. И у меня сейчас отличное самочувствие, мне очень нравится. Также про микрофлоры мы сказали. Активное движение и потение. То есть если мы сидим, у нас не движется лимфатическая система, у нас не движет, кровообращение начинает ухудшаться. То есть вот эти все застойные явления, мы с вами уже обсудили, что лимфатическая система это тоже орган детокса. И если она застаивается, если лимфоузла начинается вот это воспаление, то есть тоже получается как такое болотце. Я в Инстаграме проводила неделю лимфодренажа. То есть когда я бесплатно давала практики, задания, занятия, которые помогают улучшить лимфоток и улучшить движение. И вот на детоксе будут отдельно лимфодренажные упражнения, которые непосредственно улучшают движение лимфы и вывод вот этих вредных веществ. То есть мы там работаем не только с системой пищеварения, не только с печенью, но и с другими органами детокса. Потение тоже супер важно. Потеть вы можете как я хотел сказать либо в транспорте, либо в спортзале, когда вы занимаетесь спортом, и тут вы убиваете сразу два пункта и активное движение у вас и потение. Либо в бане, когда регулярно происходят потения и токсины покидают вас в том числе через кожу. Это тоже важно. И вы при этом пьете нормально. Про воду задали вопрос. Кипяченая вода лучше сырой? Я слышала, что в кипяченой воды меньше полезных веществ. Спасибо за ответ. Я всегда задаю вопрос. Какие полезные вещества вы хотите найти в сырой воде? Или когда говорят в кипяченой воде нет ничего живого. Что живое вы хотите найти? Но это, конечно, шутки шутками. По аюрведе, по восточному подходу, по традиционной китайской медицине полезна именно теплая кипяченая вода. Почему? Потому что она лучше усваивается организмом, она улучшает желчаток. Если вы выпиваете стакан теплой кипяченой воды за 20-30 минут до еды, вы естественным способом улучшаете желчаток. То есть вот так просто. Вот так просто пьете теплую кипяченую воду. Я на кипяток, на теплую кипяченую воду подсадила всех своих подруг. Они теперь ходят и радуются, что это такой простой лайфхак, который помогает улучшить пищеварение. И из таких простых лайфхаков, уже сколько я говорю, уже час я говорю, у меня уже заговаривается язык. Из таких простых способов строятся все мои курсы. Потому что сложно никто делать не будет. Я сама не буду делать сложные, мне некогда будет делать сложные. Я все строю из простого. Так вот, юридический детокс это недельная программа, которая прописана, которая будет проходить в телеграм-канале. Сейчас я набираю группу на эту программу. Она проходит два раза в год. То есть сейчас весной, следующая будет осенью. Там будет другая программа, направленная на уменьшение желчи, на уменьшение доши желчи, то есть уменьшение воспаления и вывод жара. Сейчас уменьшение слизи, отеки, лишний вес, тяжелое пищеварение, белый налет на языке, вздутие после еды, тяжесть после еды, вообще состояние, когда не хватает сил, утром встала, уже устала, вот про то, что сегодня мы все говорили, вот это все будем решать на юридическом детоксе. Мы не будем голодать. У нас будет вкусное меню на 4 дня, причем меню включает в себя 5 приемов пищи, разнообразных, с растительных белков, мяса не будет, будет растительный белок, много разного, научитесь его готовить, кто не умеет. кто там боится вздутия, будут рекомендации по использованию специй, которые помогают уменьшить газообразование, убрать газообразование, будут специи, фитосоставы, которые помогают решить проблемы эти в моменте. И на основе этого меню участники потом готовят его в течение своей семьи, то есть это не то, что там приготовь себе брокколи, отвори, картошку погрызи, это вкусные блюда, которые едят, ест вся семья. То есть, например, тот же самый суп из чечевицы, который я начала сначала показывать на детоксе, потом я уже опубликовала у себя в блоге, то есть это настолько вкусно и это просто. Вот все блюда будут строиться на этом принципе. Вкусно, просто, быстро. Дыхание. Будут обязательно дыхательные практики, которые там за 2-3 минуты в течение дня помогают нам снизить стресс, успокоиться и улучшить вот эту вентиляцию легких, улучшить пищеварение за счет активации диафрагмы и вывод токсинов с помощью дыхания. Лимфодренажные практики, мы работаем с лимфой, мы заставляем лимфодвигаться, чтобы она убирала все то, что она должна вывести, она будет выводить. Будем улучшать лимфоток и улучшать желчеток. То есть, с помощью продуктов вы получите рекомендации по тому, какие продукты улучшают желчеток, желчеток, какие продукты активно и хорошо воздействуют на печень, какие специи и фитосоставы воздействуют на печень, которые вы можете самостоятельно готовить и употреблять, и они будут работать. да, у них не сразу эффект, то есть, специи должны накопиться эффект, но это те продукты, которые у вас в доступе просто под руками. И то, что вы обладаете этими знаниями, вы можете помогать себе самостоятельно просто дома. И будет программа для продвинутых, как я сказала, то есть, это фитосанация с использованием определенных препаратов, которые приобретаются отдельно и в стоимость детокса не входят. Но для этого, чтобы зайти на программу для продвинутых, необходимо будет по крайней мере пройти УЗИ, чтобы посмотреть, нет ли камней в желчном пузыре и нет ли противопоказаний. Но цена и для продвинутых, и для непродвинутых будет одна и та же. И она очень даже лояльна. Сегодня и в течение суток после эфира, то есть до завтра, цена будет 3,799 за всю неделю с моим сопровождением. Я буду с вами в чате на все вопросы отвечать, всю информацию давать, поддерживать, мотивировать и вот так за ручку вести, чтобы вы понимали, что детокс это вкусно, полезно и вообще задорно. Что мы, к чему вообще мы идем и что мы получаем в конце детокса. Снижение веса у меня участницы, раньше я проводила трехдневные детоксы, то есть там был день подготовки, три дня детокса, и вот за эти три дня понятно, что это не жир уходил у людей, это уходило содержимое кишечника, и отечность уменьшалась за счет улучшения лимфотока, похудели на 2-3 килограмма за три дня. У нас будет неделя, будет подготовка, будет меню на 4 дня, будет выход из детокса, плавный, планомерный, легкий, будут упражнения к всему этому на каждый день. Легкость в теле, уменьшение объема живота, на 7 сантиметров был рекорд, когда за три дня уменьшался живот, то есть уходило вздутие, улучшался стул, то есть уходило содержимое кишечника, на 7 сантиметров живот уменьшался, ну это вообще офигеть, здорово. Понимание, как вообще проводить детокс самостоятельно, без вреда для здоровья, что это не про соки, это не про голод, это не про экстремальные физические нагрузки, это не про тазик сырых овощей, что это может быть вкусно, полезно, приятно и результативно. При регулярном прохождении детокса уменьшение симптомов полиноза, уменьшение акне, кожных заболеваний и регулярный стул, то есть то, что нужно и то, к чему нужно стремиться, чтобы у всех был. Вот такая программа. Сейчас включаю. Так, семь участников. Вот такая программа, на которую я вас приглашаю. Она начнется 15 апреля, где мы будем говорить про детокс, вкусно есть. Если нет желчного, нельзя, это фитосанацию. Можно, желчка все равно у тебя выделяется. Эта фитосанация происходит в кишечнике, в том числе, это же не только мы работаем с желчью. Улучшается желчоотток, улучшается работа желчного пузыря, улучшается работа печени. У нас желчь вырабатывается печенью, а желчный пузырь только ее накапливает. Если удален желчный пузырь, то камни, которые образовывали желчный пузырь, они могут образовываться в протоках. То есть удаление желчного пузыря не обещает вам, что камни не образуются больше вообще нигде. Они могут образоваться в протоках. И поэтому работать с желчью надо. Потому что по какой причине камни образовались? Нужно понимать это. И эту фотосанацию можно проходить, если нет желчного пузыря. И она помогает улучшить работу кишечника. Осина, это в том числе у нее противопаразитарный эффект. То есть не все, конечно, паразиты какие-то простейшие удаляются, но это горечь. Горечь работает с паразитами. Специи, горькие специи работают с паразитами. И мы же понимаем, что мы живем, у кого-то есть животные, у кого-то есть дети, которые облизывают все. И мы живем в такой среде. То есть я против того, чтобы прям вот чиститься там каждую неделю или каждый месяц, пить какие-то там перантелы люди пьют от глистов или там какие-то еще без показаний. То есть это все на основе травы. И сама программа фитсонации, даже без продвинутого уровня, она помогает улучшить пищеварение за счет правильного выбора продуктов и за счет ослабления нагрузки на пищеварительную систему. То есть за счет чего происходит эффект. Мы убираем нагрузку с пищеварительной системы, мы убираем нагрузку с печени, мы уменьшаем количество токсинов, в том числе в бытовом плане. И такие рекомендации будут. И при этом получаем улучшение. Вот. Так, ну что? Вопросов больше нет. Есть еще, да? Ну вот, с удалением желчного понимаешь, что ничего в организме не изменилось. Только после детокса с тобой поняла, что что-то меняется и мне легче. Вот, видишь? Потому что удаление желчного это не лечение. Это мы убираем, врачи убирают проблему. То есть вот была причина, по ней образовались камни, желчные вырезали, камни удалили, а с причиной-то никто не работал. Почему камни образовались? Кто с этим разбирался? Желчь густая. Или нарушена моторика была? Или что? В чем причина? Или ты ешь как-то не так, что она у тебя плохо вырабатывается? Вот. Поэтому тут можно, если после детокса стало лучше, я очень рада. Классно. Вот, видите? Участники уже пишут о том, что они проходили детокс, ела как попало и получили улучшение. Поэтому я приглашаю вас на программу юридического детокса по сниженной цене сегодня после эфира и до завтра в течение суток. Начинаем 15 апреля. Будет интересно, просто, вкусно. Я вам обещаю. Спасибо всем, кто присутствовал на этом эфире. Буду рада, если напишите отзывы, что полезного взяли для себя, какую информацию вас, может быть, шокировала или удивила, что вы раньше вообще не знали, и поделитесь своими впечатлениями. Мне это будет очень приятно почитать, узнать, и полезно для дальнейшего, для проведения таких же полезных эфиров. Я стараюсь соблюдать определенный баланс и в пользе. То есть это не чисто продающие эфиры, когда я только рассказываю о своей программе. Я думаю, полезного вы тоже здесь много услышали, особенно если раньше не интересовались темой здоровья. И спасибо вам большое, что в пятницу выделили время, уделили время мне и пришли на эфир. Благодарю вас очень сильно. До скорой встречи на новых эфирах, программах. Жду вас и рада буду видеть. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова